Самые распространенные модули на российском рынке это сафари тенты. Смотрится необычно, подходит под любой ландшафт, стоит недорого. Сафари тенты состоят из деревянного каркаса на металлических коннекторах, палатки и кровельного тента. Размещается на деревянном помосте. Помост обычно либо ставят на существующий грунт, предварительно выравнивая, либо на металлические сваи, что ведет к удорожанию проекта. Модули поставляются в разобранном виде, в данном случае это сезонная палатка. Но может быть всесезонный вариант, когда добавляют дополнительную изоляцию и утепление. Внутри обычно нет зонирования, единое пространство, где располагаются спальные места, кухонная зона и гардеробная. Обязательно наличие террасы с уличной мебелью. Из плюсов, по мнению собственников, дешевизна и быстрота сборки. Таким шатрам не требуется фундамент, их можно разместить даже в сложных, труднодоступных местах. Из минусов, летом в шатрах достаточно жарко, а зимой тяжело добиться комфортной температуры, особенно в холодных регионах. Санузел в таких глэмбингах обычно располагается отдельно, для него нужно свое проектное решение. Отсутствует дверь с замком, соответственно нужно решать вопрос безопасности и охраны вещей. Вход в шатер доступен не только людям, но и любой живности от муравьев до медведей. Нет и шумоизоляции, слышны все звуки на улице из соседних шатров. Поэтому такие палатки лучше располагать на большом расстоянии друг от друга. И самое главное, нет большого окна, чтобы проснуться с красивым видом на восход, горы и море. А ведь от таких отелей многие туристы ждут именно это. Также существуют и другие разновидности шатров в самых различных конфигурациях. Модуль призма палатка, небольшой модуль, который состоит из внутренней дышащей смесовой ткани и кровельного тента из ПВХ. Размер модуля всего 16 квадратных метров, комфортно для одного или двух человек, хотя доп кровать для ребенка поместится. В данном случае модуль расположен на помосте на высоких деревянных сваях. Модули могут разместиться только двуспальные или две односпальных кровати и небольшое доп место, комод, вешалки, столик. Одно из преимуществ данной палатки это устойчивая конструкция из деревянного каркаса и металлических коннекторов, высокий потолок и видовое треугольное окно. Из минусов мало места, как и в других палатках нет тепла и шумоизоляции. Дом с панорамным окном. Такие домики тоже являются некапитальным строением, так как могут быть расположены не на фундаменте, а на винтовых сваях или даже просто бетонных блоках, как в данном случае. Размер такого домика 2,5 на 6 метров. Именно такие габариты разрешены для перевозки по дорогам России. Его можно произвести где-то в цеху, погрузить на манипулятор и привезти в нужное место. Если вы собираетесь переносить домик из места на место, то лучше предусмотреть металлический каркас. Древянный каркас со временем проседает и при переносе может не выдержать. В данном случае домик сделан по каркасной технологии полностью из дерева, внутри утеплитель. Внутренняя обшивка вагонка. Несмотря на небольшие габариты, в домике есть санузел, туалет с душем и раковиной. Спальня и мини-кухня с необходимым инвентарем, большая двуспальная кровать и столик со стульями. Главное преимущество такого домика это витражные окна. Также модуль обладает хорошей теплой и шумоизоляцией. Его можно эксплуатировать и в зимнее время. Модуль-шатер. Самый простой и недорогой модуль. Каркас палатки состоит только из центрального шеста, боковые стенки держатся на растяжках. Веревки, которые снаружи растянуты от шатра и зафиксированы полями в землю. Шатер состоит из одного слоя ткани, обычно верх это ПВХ, боковые стенки дышащая ткань. Если шатер будет полностью из ПВХ, как продают на Алиэкспресс за 500 долларов, то нужно решать вопрос вентиляции, так как внутри будет скапливаться конденсат. Размеры обычно 10-14 квадратных метров. Места хватает, чтобы разместить спальные места и пару стульев со столиком. Минусы такого шатра некомфортный размер, низкий потолок, нет окон. Из плюсов дешевизна и простота установки, что немаловажно для сезонных объектов. В данном случае мы видим перед собой домик в виде капсулы. Такой дом поставляется в готовом собранном виде. Их габариты не превышают 2,5 на 6 метров, что является разрешенным для перевозки по дорогам России. Дом в данном случае размещен на металлическом помосте. Иногда размещают на металлические ноги или сваи. Главное, ровная и устойчивая поверхность. Внутренняя комплектация может быть разной. В данном случае модуль состоит из спальной зоны и санузла. На входе находится шкаф, большая спальная кровать и диван как дополнительное спальное место, кондиционер, электрический нагреватель. В санузле душевая, раковина, унитаз. Все самое необходимое в модуле 12 квадратных метров. Из плюсов таких модулей это, конечно же, панорамное окно с шикарным видом на природу. Такие домики могут эксплуатироваться и зимой, если есть теплоизоляция, как в данном случае. Есть и шумоизоляция, поэтому в холодную или мокрую погоду здесь более уютно, чем в палатке. Дверь закрывается на ключ. Домик лучше защищен от проникновения животных и насекомых. К тому же такие строения очень мобильны. При желании их можно переставить в другое место. Также при перепадах температуры дерево может повести и нарушится герметизация конструкции. Дерево отрезкается и появляются щели. На окне зимой образуется конденсат, который стекает на дерево и образуется плесень. Да и вообще дерево быстро изнашивается и теряет товарный вид. Сейчас мы видим полусферу на деревянном каркасе с панорамными окнами. Причем окна можно сделать где угодно, даже на потолке. Такие конструкции привлекают внимание потребителей из-за необычной формы и больших окон. Вписывается в любой ландшафт. Укровная ПВХ-пленка соответствует всем требованиям эксплуатации в самых сложных природных условиях. Но стоит учитывать, что панорамные окна делают из прозрачного ПВХ и этот материал очень колкий для веток, шишек. К примеру, в отеле Pine River ее меняют каждые три года, а замена одного шатра обходится в 110 тысяч рублей. Для таких конструкций можно установить дверь замком, что в какой-то мере решает вопрос безопасности. Внутри такие шатры очень просторные, можно даже сделать второй этаж с полноценным спальным местом и видом на звезды. Площадь также может быть разной. Самый распространенный диаметр шатров 6 метров, а это 28 квадратных метров в жилой площади. Мы собрали рекомендации и важные моменты при покупке сферических конструкций. ПВХ-тент лучше покупать более плотный, чем стандарты. Тогда вы увеличите строк его эксплуатации. Мы советуем не менее 800 грамм на метр квадратный. Обязательно устанавливать кондиционер. Заказывайте дополнительный внутренний утеплитель из холофайбера под пленку ПВХ. Она будет служить теплоизолятором при холоде, препятствовать нагреванию при жаре и служить шумоизоляцией. Утепляйте настил, даже если у вас летний глэмпинг. От земли будет идти холод и влажность. Обязательно предусматривайте приточную вентиляцию, особенно при наличии санузла. Предусмотрите окно в ПВХ с москитной сеткой для проветривания. Для зимнего варианта обязательно наличие или теплого пола или электрического нагревателя или дровяной печи.